Всем привет, друзья! Вы на канале об инвестициях и не только о них. Если вам это интересно, поставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Рассуждаю о фондовом рынке, о пассивном доходе, о политике, экономике и размышляю на самые разнообразные темы. Ну что, друзья, в нашей традиционной рубрике прогноз предлагаю, как обычно, полистать основные новостюшки сегодняшнего дня, затем посмотреть, как закрылись или торгуются рынки, после этого посмотреть, что за день произошло в моих портфелях и попытаться спрогнозировать, чего нам ждать от дня завтрашнего. Погнали, друзья! Ну, пожалуй, основное информационное событие — это обращение президента России Владимира Путина к россиянам, которое происходило в обстановке совещания с губернаторами, с министрами. Более подробно обо всем этом я рассказываю в этом видосе, оставлю на него ссылочку, посмотрите обязательно. Ну, если тезисно, то мне это все сильно напомнило кинофильм ДМБ, когда генерал раздал всем автоматы, кому они не достались — саперные лопатки. Друзья, также сегодня день рождения у легендарного Юрия Павловича Семина, ему 73 года. Вы знаете, аксакал российского тренерского цеха, я так думаю, человек, который пользуется уважением у болельщиков абсолютно любых команд, московских и не только московских. Ну, действительно, динозавр тренерского цеха. Многие считали, что его 105-е пришествие в локомотив обернется провалом, потому что в возрасте уже человек, футбол сильно меняется. Но мы видим, что пришел, увидел, победил. Юрий Павлович, большой вам респект за вашу карьеру, долгих вам лет. А ваши варежки с ними и булыкину навсегда в моей памяти останутся как один из лучших футбольных мемов. Также, друзья, сегодня появилась информация о том, что продажи автоваза упали втрое. Об этом я рассуждаю вот в этом видосе и в нем же рассказываю о своих первых отечественных автомобилях. Ну и посмотрите мое видео топ-10 акций Berkshire Hathaway компании Уоррена Баффета. Я пытаюсь в этом видосе их более-менее предметно разобрать. Ну что, пойдемте смотреть, что у нас с рынками. Итак, друзья, индекс РТС у нас замер 8 мая. Я напоминаю, что сегодня Московская биржа не работала. Соответственно, индексы и валюта у нас неизменны с пятницы прошлой недели. И в пятницу он прибавлял 0,88%. Завтра, в общем-то, торги на Московской бирже будут возобновлены. Индекс Мосбиржи прибавлял в пятницу 0,29%. Сегодня работала только Санкт-Петербургская биржа, где торгуются американские акции, которые у меня в том числе присутствуют. Сейчас мы до моего американского портфеля дойдем. Что касается нефти. Вот, друзья, график на нефть марки Юрлс. Мы видим, что она стоит около 29 долларов. Но довольно-таки неплохой результат, учитывая совсем, в общем-то, недавнее падение до уровней ниже 15-12 долларов. Так что, в целом, ситуация выглядит уже не столь драматично, как всего лишь несколько недель назад. Индекс, ой, извиняюсь, нефть марки Brent Юльский Фьючерс сейчас упала ниже 30 долларов. Теряет за день более 3%, стоит 29,85. Прямо сейчас мы видим, как торгуется Фьючерс. Ну, сегодня котировка вела себя по-разному. Днем было небольшое падение, потом был довольно неплохой рост до 31 доллара, потому что судья рамка, саудовская компания, основной государственный нефтедобычник, сообщила о дополнительном снижении добычи, помимо тех уровней, о которых договорились в рамках ОПЕК. И вроде как это цену изначально взбодрило, но потом мы видим, что все равно цена пошла вниз. Но, тем не менее, стоимость тоже, надо признать, довольно-таки комфортная. Главное, чтобы не происходило дальнейшее падение. S&P 500 сейчас в Америке торгуется в минус 0,27%. И индекс Dow Jones теряет 0,8%. Полетели в мой американский портфель. Здесь, друзья, как ни странно, сегодня наблюдается рост 0,7%, несмотря на падение американских индексов. 81 754 рубля в рублевом эквиваленте у меня в активах. Так, и что сегодня вытаскивает? Мой портфель растет сегодня Эбви. Это медицина-фармацевтика. Растет AMD, причем очень даже хорошо на 3,72. В плюсе Apple более чем на процент. Intel, Merck, Microsoft и Pepsi. И в минусе у меня лично Verizon, Nike и Alliant Energy. Ну, в целом, хороший результат. Довольно-таки хороший. И общий результат по моему американскому портфелю уже плюс составляет более 3%, что меня очень и очень сильно радует. Портфель, напомню, очень молодой. Я его создал буквально 2 недели назад. Ну, и вот так, друзья, выглядит мой российский, так называемый, портфель. Это уже брокер открытия. Здесь у меня 424 тысячи рублей за 7 дней. Таким образом, результат плюс 0,75%. И за 30 дней плюс 1,3% плюс 5409 рублей мой бумажный доход. Активы у меня разнообразные. В принципе, достаточно велика диверсификация по ним. Ну, и, соответственно, традиционно наихудшие результаты сейчас у меня показывают нефтеперерабатывающие, нефтедобывающие компании, которые все это очень сильно тянут вниз. Ну что, друзья, давайте пытаться размышлять, что будет завтра. Значит, из событий положительных, которые я могу выделить. Основное, пожалуй, из них сегодняшнее совещание президента и постепенное снятие ограничений, которое начнет происходить с 12 мая. Формулировки, в общем-то, довольно загадочны. Говорится, что страна перестает находиться в режиме нерабочих дней, но при этом режим самоизоляции и режим борьбы с эпидемией у нас не снимается. Но, что совершенно точно и принципиально, что возобновляют работу промышленные, сельскохозяйственные, энергетические и прочие ключевые предприятия. Они, в общем и целом, и так в некоторых случаях работали, но сейчас, я так думаю, их начнут выводить на докризисные уровни в полном объеме. И это, мне так кажется, придаст положительный информационный импульс рынкам и индексам, даже если он будет краткосрочным. То есть, это будет такая волна всплеска оживления экономики. Но я так думаю, что завтра на это рынки должны отреагировать хорошо. Из плохого мы видим, что в минусе Америка. Мы видим, что падает нефть, падает ниже 30. И этот фактор, конечно же, негативен. Так что вопрос, что из этих двух обстоятельств будет перевешивать именно в завтрашней ситуации, я все-таки ожидаю, что завтра мы увидим небольшой плюс, потому что сегодняшнее очень длительное совещание в целом, я так думаю, вселит в инвесторов оптимизм. Во всяком случае, вселяет в меня. А что касается более долгосрочных перспектив, то вот сейчас только что читал достаточно много аналитики. Эксперты считают, что в целом май каким-то прорывным не будет. Сейчас за, возможно, небольшим всплеском пойдет либо небольшая коррекция, либо пойдет боковик. Так что каких-то сверхприбылей, друзья, мы, скорее всего, до конца этого месяца не увидим. Но повторюсь, именно на завтра я сделаю умеренно оптимистичный прогноз. Считаю, что российская биржа, российские рынки завтра сегодняшними совещаниями очень порадуются. Ну что, друзья, всем, кому моя болтовня была любопытна, всем, кого интересует тематика инвестиций, кто планирует начать этим заниматься, либо уже этим занимается, предлагаю подписываться на мой канал. Будем учиться этому делу вместе, будем разбираться вместе. Снимаю разнообразные видео на разную тематику. Сам во всем этом пытаюсь разбираться. И, друзья, пытаюсь иногда что-то интересное вам тоже рассказывать. Все, друзья, до завтра. Ждем открытия торгов. Не болейте, отдыхайте. Всего вам самого доброго. Доброй ночи. Пока-пока.